Всем привет! Сегодня мы с вами свяжем вот такую миниатюрную корзинку. Это узор соты. На ютубе есть несколько мастер-классов по вязанию корзин с таким узором. Мой урок отличается тем, что мы свяжем овальное донышко и узор будем вязать по спирали без петель подъема. Чтобы максимально раскрыть красоту узора, я рекомендую выбрать пряжу с четким контуром нити, не буклированную и не пушистую. Кстати, вот эта карандашница также связана с помощью узора соты. Посмотрите, как по-разному смотрится узор на разной пряже. В этом уроке я также расскажу вам, как можно избежать появления дыр при вязании. Посмотрите на эти два донышка. Обратите внимание на левое. Я вязала его обычным способом. Сначала связала цепочку из воздушных петель, которые затем вязала по кругу. Почему появились такие дыры? Все дело в пряже. Она у меня жесткая, вернее это даже не пряжа, а шпагат. Пряжа с мягкими волокнами вряд ли даст такой эффект. Жесткая пряжа, такая как шпагат, джут, рафия и другие, более требовательна к узорам и к плотности вязания. Не всякий узор на жесткой пряже будет смотреться так же аккуратно, как на мягкой. Сейчас я вам покажу один из способов, как можно избежать появления дыр в основании донышка. Донышко мы будем вязать по такой схеме. Эту схему и pdf версию мастер-класса вы можете скачать по ссылке в описании. Секрет первый. Для вязания цепочки из воздушных петель нить нужно сложить вдвое. Нам понадобится примерно 30 сантиметров. Из двойной нити вяжем цепочку из 5 воздушных петель. Набираем цепочку, 4 петли связано, пятая петля. Далее мы будем вязать только основной нитью, кончик можно будет спрятать позже. Вяжем еще одну воздушную петлю, помечаем ее. Это будет первая петля 2 ряда. Секрет второй. Сейчас при обвязывании цепочки из воздушных петель мы будем провязывать столбики без накида не внутрь петли, а за отдельные ниточки. Провязываем так 5 столбиков без накида. Обратите внимание, провязываю столбики за отдельные ниточки, не в петлю. Далее вяжем одну воздушную петлю. Немножко разворачиваем вязание. Вяжем 1 столбик без накида за свободную ниточку. Очень важно провязывать наши столбики за отдельные нити. Именно такой прием позволит избежать появления дырочек. Провяжем еще одну воздушную петлю и свяжем 5 столбиков без накида. Столбики также провязываем за отдельные ниточки. Завершаем ряд. Провязываем одну воздушную петлю и столбик без накида за свободную ниточку. Свободную, это значит она еще нигде у нас не используется. Вот такое основание корзинки у нас получается. Переходим к третьему ряду. Провязываем 1 столбик без накида. Снова его помечаем, что это у нас начало ряда. Свяжем прибавку. И 3 столбика без накида стараемся их вязать в раскол. Раскол это значит в основание столбика. Не под петлю, а в основание. 3 столбика связаны. Теперь снова вяжем прибавку. Далее свяжем 3 столбика без накида. Первый. Второй. и третий. Далее вяжем прибавку. Два столбика без накида провязываем в одну петлю. Еще 3 столбика без накида в раскол. Снова вяжем прибавку. и два столбика без накида. Третий ряд готов. Переходим к вязанию 4 ряда. Свяжем столбик без накида. Отметим его как первый в этом ряду. Свяжем прибавку. Затем 5 столбиков без накида. 5 столбиков без накида. Вяжем прибавку. вяжем прибавку. Стараемся вязать в раскол. Сейчас вяжем 3 столбика без накида. Снова вяжем прибавку. И еще 5 столбиков без накида. Провязав 5 столбиков, свяжем еще одну прибавку. и два столбика без накида. Четвертый ряд готов. Переходим к пятому ряду. Свяжем 2 столбика без накида. Это был первый. Второй. Свяжем прибавку. И как в предыдущем ряду, свяжем 5 столбиков без накида. Делаем прибавку. Провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Провязываем 2 столбика без накида. Вяжем прибавку. Снова 2 столбика без накида. Провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Еще одна прибавка. И 5 столбиков без накида. Вяжем прибавку. 2 столбика без накида. И завершаем наш ряд прибавкой. Ряд готов. Переходим к шестому ряду. Вяжем 3 столбика без накида. Это был первый. Второй. Третий. Свяжем прибавку. Уже по традиции свяжем 5 столбиков без накида. Делаем прибавку. Провяжем теперь 8 столбиков без накида. 8 столбиков без накида. И еще 5 столбиков без накида. Вяжем последнюю прибавку. Больше прибавку. Больше прибавок у нас не будет. Важно, чтобы по кругу у нас получилось четное количество петель. Тогда узор соты получится связать по кругу. Вяжем еще 5 столбиков без накида. Завершаем ряд. Шестой ряд. Это последний ряд для нашего донышка. Сейчас мы будем переходить к седьмому ряду. Который будет являться каймой. Для того, чтобы связать ряд. Запускаем крючок под косичкой в следующей петле. Просовываем в нашу рабочую петельку. Вяжем одну воздушную петлю. И теперь по кругу будем обвязывать наши петли столбиками без накида за заднюю стенку. Не забываем помечать начало ряда. Вяжем столбики без накида за заднюю стенку. Мы подходим к завершению седьмого ряда. Довязываем последние столбики без накидов. Обратите внимание. Тридцать четвертый столбик без накида. Он у нас получится продолговатым. Нам как раз это и нужно. Это будет наш первый вытянутый столбик. Далее свяжем один столбик без накида. Этот вытянутый столбик мы будем использовать в нашем узоре. Пометим его. Чередуем вязание вытянутых столбиков и обычных столбиков без накида. Вытянутые столбики провязываем под предыдущий ряд. То есть запускаем наш крючок не под косичку, а под столбик. Вяжем так до конца ряда. Завершаем восьмой ряд. Чередуем обычные столбики без накида с вытянутыми столбиками без накида. Вот мы подобрались к первому вытянутому столбику. Смотрите, как дальше пойдет узор. Для того, чтобы вязание по кругу получилось, провязываем в раскол вытянутого столбика обычный столбик без накида. Помечаем его. Дальше нам нужно объединить половинки двух вытянутых столбиков. Объединяем мы их с помощью обычного столбика без накида. В этом ряду также чередуем обычные столбики без накида и объединяющие столбики. Смотрите еще раз, как вяжется объединяющий столбик. Запускаем крючок под половинки двух разных столбиков и провязываем столбик без накида. Снова вяжем столбик без накида и провязываем объединяющий столбик. Чередуем наши столбики до конца ряда. Уже начал формироваться узор. Провязываем последний объединяющий столбик без накида. Обратите внимание, у нас все вытянутые столбики участвуют в узоре. Для вязания по кругу в этом ряду снова чередуем вытянутые столбики без накида и обычные столбики без накида. Вытянутые мы теперь провязываем под объединяющие столбики, под вершину получившейся галочки. Чередуем. Обратите внимание, куда я просовываю крючок. Подходим к завершению ряда. Столбик без накида. Вытянутый столбик. В новом ряду первым свяжем столбик без накида. Далее, для того чтобы узор у нас получился аккуратным, снова свяжем еще один столбик без накида в раскол вытянутого столбика. И теперь снова чередуем объединяющие столбики и столбики без накида. Далее мы просто чередуем ряды с вытянутыми столбиками без накида и с объединяющими столбиками без накида. Свяжите столько рядов, сколько вам покажется нужно. Я думаю, по рисунку узора вы заметите, в какой момент нужно начинать вязать те или иные столбики. Всего я связала 17 рядов. Мне такой высоты достаточно. Для того, чтобы оформить кайму корзины, я сейчас буду вязать заключительный ряд из соединительных столбиков. Также без всяких петель подъема просто начинаю вязать соединительные столбики за заднюю стенку петли. Вяжу так до конца ряда. Такая кайма у нас получается. А сейчас я покажу ошибку, которую делают многие. Я тоже сама ее делала, как я обычно завершала ряд. Я провязывала воздушную петлю, обрезала нить и прятала кончик. При таком завершении окончание ряда все-таки видно. Посмотрите, не очень аккуратно получается. Да, наверное, не сильно бросается в глаза, но есть более классный способ завершить ряд красиво. Смотрите, также провязываем последним соединительный столбик. Протягиваем рабочую нить. Берем крючок поменьше. Просовываем его внутрь следующей петли. Подхватываем рабочую нить и просовываем его внутрь петли. А теперь просовываем рабочую нить внутрь последней петельки. Для того, чтобы у нас образовалась новая петля. Косичка в этом случае получается непрерывной. Корзинка готова. Все мои мастер-классы можно найти по ссылкам в описании. До новых встреч!